Британская территория в Индийском океане Заморская территория Великобритании Образованная вопреки решениям Генеральной Ассамблеи ООН Расположенная в Индийском океане Южний Мальдив По настоящее время право на управление территорией Предъявляют Маврики и Сейшельские острова География Британская территория в Индийском океане Расположена 1770 километров к востоку от Сейшельских островов В ее состав входят 55 островов Площадь 60 квадратных километров. Протяженность береговой линии 698 километров. Площадь крупнейшего из самого южного острова Диего-Гарсии составляет 44 квадратных километра. Климат жаркий, влажный, смягчается ветром. Рельеф горизонтальный низкий. Большая часть территории приподнимается над уровнем моря не более, чем на 2 метра. Расположенный в центре Индийского океана, где циклоны не образуются, архипелаг является стратегически важным. История остров Диего-Гарсия был открыт в 1512 году Педро де Маскареньесом, который назвал ее островом Дом-Гарсии. Права на территорию предъявила Португалия, однако колонизированной она не была. В 1559 году название впервые появилось на карте. 23 сентября 1721 года право на управление территорией предъявила Франция, планировавшая включить его в состав колонии Маврикий. В январе 1745 года состоялась первая официально зарегистрированная высадка на остров матросов с британского корабля «Пелхэм». В 1768 году на острове высадился капитан Иранга француз Де Фризне. В 1785 году на острове было основано первое французское поселение. С 27 апреля по октябрь 1786 года право на управление островами Чагоса Диего Гарсия оспаривало Великобританию. В том же году они были аннексированы Францией, которая, в свою очередь, основала на островах кокосовые плантации. Кокосы, с которых позже использовались при производстве капры, для работы на плантациях на Чагос вывозились рабы из Африки. 17 мая 1810 года острова вошли в состав британской колонии Сейшельские острова. 30 мая 1814 года в Парижском договоре была закреплена принадлежность островов Великобритании. 31 августа 1903 года острова Чагос, выйдя из состава колонии Сейшельские острова, вошли в состав колонии Маврикий. В феврале 1942 года Великобритания ввела на остров Диего Гарсия войска, которые дислоцировались там вплоть до сентября 1945 года. 8 ноября 1965 года острова, ранее входившие в состав колонии Сейшельские острова и Маврикий, образовали британскую территорию в Индийском океане. 17 июля 1966 года началась продолжавшаяся до 1973 года эвакуация местного населения по выбору на Сейшельские острова или Маврикий. Большая часть островитян предпочла последней, незначительная их часть эмигрировала в Великобританию. 30 декабря 1966 года, согласно лизинговому соглашению между Великобританией и США, на острове Диего Гарсия была основана база. 3 апреля 1967 года все плантации на островах были приобретены в Великобритании. 24 марта 1971 года американские моряки начали постройку на Диего Гарсии станции радиосвязи, которая была закончена к 20 марта 1973 года. 29 июня 1976 года острова Альдабра, Фаркуар и Дирош вошли в состав получившего независимость государства Сейшельские острова. 1 октября 1977 года на Диего Гарсии открылась база МТО ВМС США. Увеличение числа военных сооружений в конце 1970-1980 годах было воспринято враждебно соседними государствами, которые считали базу домилитаризованной зоной Индийского океана. Во время войны в Персидском заливе 1990-1991 года, вторжения США в Афганистан в 2001 году и начального этапа войны в Ираке, Диего Гарсии было совершено несколько вылетов. 2 ноября 2000 года Верховный суд Великобритании объявил недействительным приговор об изгнании 1971 года. Он предоставил жителям островов право вернуться на родину, за исключением Диего Гарсии. Островитяне посчитали, что право на репатриацию было им предоставлено в связи с подписанием какой-то резолюции. Постановление численность чагостцев была указана в размере 5000 человек. Американские и британские чиновники отнеслись к указу отрицательно. 11 июня 2004 года суд британской территории в Индийском океане свел на нет судебное постановление 2000 года. 11 мая 2006 года Верховный суд Великобритании опроверг резолюцию 2004 года. В 2007 году правительство Великобритании под давлением апелляционной инстанции опровергло свое постановление, в чем вызвало критику со стороны членов Палаты лордов. 22 октября 2008 года пять лордов судей Великобритании проголосовали в поддержку постановления о недопустимости возвращения островитян на родину. В апреле 2010 года правительство Великобритании обнародовало решение о создании морского резервата площади 544 тысячи км в квадрате близ островов и крупного охраняемого района, в пределах которого ловля рыбы была запрещена. Многие чагостцы выразили неодобрение и заявили, что они бы вернулись на родину, если бы не запрет. 20 декабря 2012 года Европейский суд по правам человека прекратил дело, заявив о возможности репатриации местных жителей Чагаса на остров. Население. Несмотря на полное отсутствие постоянного населения, на островах дислоцируются 4000 человек военнослужащих и гражданского персонала, обслуживающих базу. Управление территории управляет комиссар Министерства иностранных дел и по делам Содружества, резиденция которого расположена в Лондоне. Почта. Почтовые услуги осуществляются почтовым отделением с острова Диего Гарсия. Входящая почта принадлежит почтовым отделениям США и Великобритании. Экономика. Никакой экономической промышленной и сельскохозяйственной деятельности на островах не ведется. С целью усиления гарнизона существляется строительство военных объектов и других сооружений. Вся хозяйственная деятельность сосредоточена на крупнейшем острове Диего Гарсия, на котором расположены военные сооружения Великобритании и США. На островах имеются природные ресурсы, кокосы, рыба и сахарный тростник. Главной экспортной культурой является сахарный тростник. Территорией обменивается валютой путем оформления рыболовных лицензий и продажи почтовых марок. Источники British Indian Ocean территории Encyclopedia Britannica Encyclopedia Britannica Ultimate Reference 8 Chicago Encyclopedia Britannica 2012 Корректор А.Кулакова Продолжение следует...